Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хиро Мухаммед Артезбаев, и сегодня наш традиционный обзор новостей. С официальным визитом в России на этой неделе побывал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Путин поддержал предложенный Китаем мирный план по урегулированию украинского конфликта, отметив, что его осуществление во многом зависит от готовности Запада следовать ему. Также президент России прокомментировал и заявление замминистра обороны Великобритании о передаче в Украине боеприпасов, в том числе бронебойных снарядов, содержащих объединенный уран. По словам Путина, Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом. Напомню, что предложенный план Китая, мирный план, состоит из 12 пунктов, в которых говорится о необходимости прекращения боевых действий и отказа от менталитета холодной войны. Вы знаете, вот главный итог визита Си Цзиньпина в Москву, это то, что военно-политический союз России и Китая, он практически осуществился. Если вы посмотрите описание в ссылке, мое интервью от 7 января прошлого года телеканалу Atomicent Business, я сказал о том, что военный политический союз России, Китая и стран Центральной Азии, включая Казахстан, он неизбежен. И поскольку Россия и Китай на таком уровне провели переговоры, подписали документы, то я лично констатирую факт, что произошло то событие, которого очень опасали Соединенные Штаты Америки в годы холодной войны. Не помню, кто из американских экспертов, да неважно, может быть, Киссинджер, они говорили о том, что самое страшное, что может быть для Америки, это союз России и Китая. В годы холодной войны, ну, начиная где-то с конца 50-х годов, в результате ошибок Никиты Хрущева, руководителя советского государства, и политики Мао Цзэдона, который обвинял Советский Союз в ревизионизме марксистско-ленинского учения, не будем углубляться в подробности, советско-китайские отношения были, мягко говоря, очень такими негативными, да. И, в общем-то, тогда американцы это почувствовали, в 1972 году Ричард Никсон, президент США, совершил первый официальный визит президента США в Китай. Китай был открыт миру, после смерти Мао Цзэдуна там начались рыночные реформы, и в кратчайшую историческую эпоху Китай стал промышленной мастерской мира, фабрикой мира, но сейчас в результате вот российско-украинской войны, будем называть вещи своими именами, китайская экономика, она терпит очень большие убытки, потому что покупательная способность, она упала во многих странах мира, китайские товары не так востребованы, как раньше, и Китай, конечно, очень заинтересован в том, чтобы урегулировать вот этот кризис. Сейчас примечательно, что Путин полностью поддерживает этот план Китая, он на самом деле, если его внимательно проанализировать, он достаточно такой рентабельный, скажем так, да, поэтому итоги этого визита, ну, еще раз повторю, Российско-Китайский военно-политический союз оформился, помните, в предпоследнем видео мы говорили о том, что Си Цзиньпин назначил министром обороны человека, который находится под американскими санкциями, причем с 2018 года, задолго до конфликта в Украине. А за что? Знаете, за что? За то, что этот министр обороны, он сторонник очень тесного военно-технического, военно-экономического сотрудничества России и Китая. То есть здесь налицо такое явно предвзятое отношение, то есть Америка никак не может выйти из этого, из этой роли однополярного мира, в котором она и только она должна диктовать условия, в том числе таким странам, как Россия и Китай. Россия имеет непрерывную тысячелетнюю государственность, а Китай непрерывную пятитысячелетнюю государственность, да? Но Америка на самом деле по этим меркам очень молодое государство, поэтому вот здесь конфликт, который возник в этом треугольнике, вот он привел к такому состоянию, когда военно-политический союз, уже в третий раз, повторяю, Россия и Китай окончательно сложился. Что касается передачи якобы Великобритании вот таких боеприпасов с объединенным ураном, ну это не совсем, скажем так, ядерное оружие, но очень опасное во всех отношениях, и реакция российского руководства была мгновенная, вот, то есть предупреждение о том, что это может привести к очень плохим последствиям, и я вам скажу так, я два источника посмотрел, они меня немного успокоили, эта информация не совсем достоверная, но мы, я думаю, в следующих стримах наших видео вернемся еще к этой теме. Одновременно с этим Министерство иностранных дел КНР подготовило доклад о ситуации с демократией в США. По мнению китайского ведомства, не существует универсальной модели политической системы, которая подошла бы всем странам мира. Является ли одна страна демократической или нет, и как лучше реализовать демократию, должен судить народ этой страны, а не несколько самоуверенных стран, отмечается в документе. Я процитирую. Те, кто имеют много недостатков, не обладают силой убеждения, чтобы читать другим нотации, говорится в докладе. Вот полностью я солидарен с этой точки зрения, и как политолог могу сказать, что существует около 200 определений демократии. 200, а может быть больше. Потому что нет двух похожих демократий в мире, даже в Европе. Демократия, скажем, во Франции, она отличается от демократии в той же Польше. С учетом ментальности, традиции, истории этой страны. Поэтому это крайне ошибочная, на мой взгляд, стратегия Соединенных Штатов Америки, которая считает, что их американские демократические ценности универсальны для всего мира. Вы вспомните вот этот последний 20-летний период, когда Америка посчитала, что она может свергнуть режим Каддафи, Саддама Хусейна, вторгнуться на Средний и Ближний Восток, в Афганистан. И чем это все закончилось? Кончилось тем, что вот этот регион десятки лет, ну, скажем так, благополучный по-своему, да, его как муравейник разворотили, породили ИГИЛ, породили международный терроризм, исламский фундаментализм, и год назад, даже больше года назад, перед 2000, по-моему, да, 22-м годом, Америка позорно, бросив гигантское количество оружия, ретировалась, она ушла из этого региона. НАТО в предстоящие месяцы приложит дополнительные усилия по развертыванию войск и техники на восточном фланге Североатлантического альянса, пишет политика. Этот шаг призван помешать России перенести военные действия за пределы Украины, отмечает издание. По оценкам официальных лиц альянса, для этого потребуется до 300 тысяч военнослужащих. Я вам совершенно определенно точно могу сказать, что абсолютно никаких планов у Российской Федерации по переносу военных действий за пределы Украины нет и существовать просто по определению не могут. Мы неоднократно говорили, что главная причина вот той войны, которая происходит, да, это нарушение того баланса, который десятилетиями существовал между Советским Союзом и США, скажем так, Ельцинско-Путинской России до 2007 года и Соединенными Штатами Америки. И когда в одностороннем порядке были ракеты расположены на территории Румынии и Польши, и плюс потенциальное вхождение Украины в НАТО, то вот, собственно говоря, это и есть главная причина той войны, которая происходит. Россия руководствуется исключительно вопросами своей национальной безопасности. Абсолютно нет никаких оснований говорить о том, что Российская Федерация собирается вторгаться в Европу. Мне кажется, это бред. Мне кажется, я совершенно точно уверен. Вы обратите внимание, в 2003-2004 году три прибалтийских государства, я имею в виду Латвию, Литву и Эстонию, вошли в НАТО. Конечно, Москве это было неприятно, но, скажем так, Москва махнула рукой. Почему? Потому что там нет ракет среднего радиуса действия. И быть по определению не может. Почему? Потому что если ракета будет расположена, допустим, в Литве, то она будет полминуты лететь до Санкт-Петербурга. Это же дураку, ясно, извините. Поэтому все вот эти разговоры о том, что 300-тысячную армию НАТО надо готовить, Россия вторгнется в Европу, давайте мы лучше даже комментировать не будем. Россия не могла допустить того, чтобы Украина вступила в НАТО, и поэтому начала против нее широкомасштабную операцию. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ. В таком случае Россия бы получила соседа, который мало того, что входит в недружественный блок, да еще и собирается производить ядерное оружие, сказал Медведев. Что тут можно сказать? Вы знаете, у России и русского народа, я бы так сказал, существует такая история, как генетическая память Второй мировой войны, самой страшной войны. И именно эта страна, и этот народ потерпел самые страшные, чудовищные по своим последствиям, потери в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне, когда 27 миллионов было уничтожено, когда 1710 городов было разрушено до основания, когда враг дошел до Ленинграда, до Москвы, до Сталинграда, до Северного Кавказа, и гигантская территория, 65-70 миллионов человек была полностью оккупирована. И после победы в этой войне Советский Союз отградился такой, знаете, буферной зоной, где находились социалистические страны, страны-сателлиты Советского Союза. И долгое время, ну, скажем, Ялтинская конференция, она вот новый мир и порядок сделала, чтобы больше этого не повторилось. В 1962 году, как мы с вами уже дважды отмечали в предыдущих видео, возникла совершенно опасная ситуация для Советского Союза, когда неожиданно ракеты среднего и дальнего радиуса действий были расположены на территории Турции, которая была членом НАТО. Ответ был мгновенный. Семь баллистических ракет тайно были перевезены на Кубу, и тут Америка оказала смертельной опасностью. Не будем подробно вспоминать корейский кризис, он был разрешен. Но ракеты убрали с Кубы и с территории Турции. И ситуация, ну, более-менее была нормальная до 2007 года, когда неожиданно ракеты были снова расположены на территории Польши и Румынии. Ну, Румыния рядом с Турцией, вы знаете. Вот с этого момента началось очередной виток напряжения, который привел вот к такой ситуации в Украине. Так что вот с этой точки зрения есть очень серьезное основание угроз национальной безопасности России. Вот. И тем не менее, я неоднократно говорил, что введение войск, проведение специальной военной операции – это самая крайняя мера. Я глубоко убежден, что весь арсенал дипломатических мер, он не был исчерпан до конца, и можно было найти какой-то, скажем так, мирно-переговорный процесс, прежде всего, США и коллективным Западом, которые должны были понимать, что... Ну, если Финляндия, допустим, долгое время является нейтральным государством, являлась во всяком случае, и Советским Союзом в Финляндии были прекрасные и замечательные отношения, вот, то Украина, на мой взгляд, тем более, о каком НАТО можно было говорить, если российская государственная политическая элита и украинская государственная политическая элита вошли в очень резкое такое противоречие, в противодействие, если хотите, именно по этой проблеме. Вспомните, 90-е годы, проблема Черноморского флота, кому принадлежит Крым, затем НАТО. Ну, одним словом, вот этот маховик, который раскрутился, вот, в конечном итоге, привел к такому, к сожалению, состоянию. Во Франции тем временем не утихают протесты против пенсионной реформы. Она увеличивает пенсионный возраст с 62 до 64 лет. И вот очередные митинги прошли по всей стране, после того, как накануне запланированного голосования в парламенте президент Эммануэль Макрон решил применить статью французской конституции, которая разрешает проводить спорные реформы без голосования в парламенте. Макрон заявил, что необходимо успокоить и выслушать недовольство французов. При этом, по его словам, толпа не имеет легитимности против избранных должностных лиц. В свою очередь, парламентская оппозиция заявила, что объявит вот он недоверие правительству Макрона. Лидер оппозиционной партии Национальное объединение Марин Лепен предупредила, что своей пенсионной реформой президент Франции ставит страну на грань социального взрыва. Я хочу напомнить, что Марин Лепен, она дочь известного политического деятеля, который, знаете, ультрарадикальный такой политический деятель, такого крайне националистического толка, которого, собственно говоря, во Франции называли, знаете, как фашист. Я помню, в 2002 году была, когда президентская избирательная кампания во Франции, там были два основных кандидата. Это Ширак, действующий президент Франции, и, значит, собственно, сам Лепен. Ширака изобличили в коррупционных каких-то делах, таких крайне негативного свойства. Вот. А Лепена называли фашистом. И вся избирательная кампания президентская, она пришла под лозунгом, знаете, каким? Лучший коррупционер, чем фашист. И Ширак победил на выборах. Вот. Что касается вообще вот этой информации о том, что сотни тысяч выходят с протестом, я могу сказать так. Франция и французы – это политическая нация. Это неоднократно у них происходит. Любое повышение цен, продуктовая инфляция, какие-то непопулярные решения, или вот это вот решение повысить пенсионный возраст на два года. Моментально миллионы выходят, протестуют. У нас в Казахстане картина обратная. Когда неожиданно возраст выхода на пенсию, допустим, тем же металлурган, да и всем, собственно говоря, с 55 лет, повысили до 63 лет, ну, я не припомню вообще вот таких волнений, таких демонстраций, таких протестов, потому что в Казахстане политической нации как таковой нет. Не будем сейчас расшифровывать, что это такое. В следующих видео мы обязательно возвратимся к этой важнейшей проблеме. А оппозиция Турции выдвинула единого кандидата на выборах президента. Главным оппонентом действующего главы государства Эрдогана станет Кемаль Кылыч-Дароглу. Вот видите, у меня с первого раза получилось выговорить его фамилию. Он возродил Народно-Республиканскую партию, которая была основана Мустафой Кемалем Ататюрком, основателем современной турецкой нации. Выборы президента Турции пройдут 14 мая, их называют самыми сложными для Эрдогана за последние 10 лет. Ряд экспертов считает, что по их результатам станет ясно, по какому пути пойдет Турецкая Республика. Я как политолог вам скажу, это редчайший случай впервые в истории Турции. Вся оппозиция объединилась и выдвинула единого кандидата. Причем кандидата, который своего политического объединения, этого блока, адресует Кататюрку, это святой человек Турции. Его так и называют основателем современной Турции, светского демократического государства. Поэтому 14 мая, я думаю, внимание всего мира будет приковано к Турции. Почему? Потому что Эрдоган очень сильный, мощный политик, но его, откровенно говоря, не любят в Европейском Союзе. Соединенные Штаты относятся к нему с очень большой опаской. И неоднократно возникали спорные вопросы, даже конфликты между державой номер один и Эрдоганом, который держится все годы своего президентства очень стойко. Выборы будут очень сложными. Дело даже не в том страшном землетрясении, которое произошло в Турции, в конце концов, не Эрдоган виноват в этом. Дело в том, что значительная часть турецких избирателей, они просто устали от Эрдогана. Вот эта психологическая усталость, которая в течение многих лет накапливается, она неизбежно сказывается. Я думаю, для Эрдогана эти выборы будут очень сложными. Сейчас прогнозы давать рано. Я думаю, за неделю до выборов, где-то 7 мая, мы обязательно возвратимся к этой теме и дадим точный прогноз. А если этот прогноз не избудется, я в следующем видео объясню, почему он избылся. А знаете, в какой стране сейчас дела обстоят лучше всего? В Финляндии она шестой год подряд остается на первом месте во всемирном рейтинге счастья. Казахстан в нем расположился на 44-м месте среди 137 стран. Помимо Финляндии, странами с самыми счастливыми жителями оказались Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция и Норвегия. Отмечу, что в большинстве из этих стран, которые я назвал, построен социализм. А вот раздираемые войной Афганистан, Ливан остаются двумя самыми несчастными странами. В Украине, который расположился на 92-м месте, общая оценка счастья и благополучия также серьезно пострадала, говорится в докладе. Но прежде всего я хочу сказать, вы знаете, это неплохо, Казахстан, 44-е место. Это очень даже неплохо, я рад вот этому показателю. Что касается скандинавских стран, помните, мы неоднократно говорили о скандинавском социализме, и наша народная партия Казахстана активно продвигала эту идею и до, и особенно во время парламентской избирательной кампании. Коротко говоря, вот я был и в Финляндии, и в Дании, и в Норвегии, и я видел наяву, что такое социализм. Я вот буквально самыми простыми словами объясню. В Казахстане у нас, ну скажем, 20 миллионов населения, да, и все знают, 162 человека владеют значительной долей, а может быть всем национальным богатством страны, если брать экономику, да. В этих странах это просто невозможно. Вот в Норвегии 5,5 миллионов граждан, еще раз повторю, я никогда не устану повторять, своими обширными богатствами нефти и газа они распорядились таким образом, что в нефтяном или в национальном фонде страны в настоящее время все норвежцы, включая детей, имеют в среднем 238 тысяч евро. Это просто фантастика, да. Если там ты богатый, а твой сосед бедный, ты имеешь, скажем, образно говоря, там 500 тысяч долларов, ты богатый, а бедный, бедный, да, он имеет 250 тысяч долларов, это и есть социально-однородное общество. Именно такое общество предлагала наша партия, но это в следующих видео мы еще поговорим на тему прошедших парламентских выборов. Очень рад, я еще раз хочу повторить, что Казахстан занимает 44 место. Знаете, если бы у нас был социализм, мы в кратчайшие сроки занимали бы 34 место, потом 24 место, 14 место. Это можно и нужно сделать, и мы обязательно. Если мы патриоты страны, если мы умные люди, рационально мыслящие, думаем о своих детях, внуках, о своем будущем, другого пути нет. И в завершение новость, которая вызывает гордость. Елена Рыбакина поднялась на 7 место в рейтинге лучших теннисисток мира. Это случилось после триумфа нашей спортсменки на международном турнире. Отмечу, что первая ракетка Казахстана активно занимается благотворительностью и недавно перечислила деньги на минуточку волонтерскому движению «Сто потлов» в Астане. Эта организация спасает бездомных животных. Сегодня «Сто потлов» оказался в тяжелейшей ситуации. О трудностях, с которыми сталкиваются волонтеры и зоозащитники, вы можете подробно узнать в недавних выпусках «Иртезбаев Лайв». Наша команда подробно об этом рассказывала. Дорогие друзья, с вами был Ирмухаммед Иртезбаев. До следующих встреч.